всем привет друзья с вами болтарец и добро пожаловать на прохождение визуальные новеллы song of life музыка песня жизни все прекрасно мы сидим на берегу возможно даже океана и наблюдаем за волнами прекрасное зрелище погнали черт что за шум я же только недавно заснул я приподнялся открыл глаза и оглядел комнату кажется моя комната вроде проснулся последнее время меня мучает бессонница она дает о себе знать время от времени а ты не думал сходить в больницу я бы с радостью бы записался на прием если бы не боялся врачей заодно кстати узнал бы нормально ли что я частенько веду свои мысленные разговоры в виде диалога тебя что-то смущает а вроде нет просто мне кажется у других такого нет точнее сказать я не спрашивал задают ли другие себе вопросы будто в другу с другой стороны точкой зрения пойду проверю что за шум потревожил мой сон мне кажется это вполне нормально я тоже периодически сам собой разговариваю как и многие другие я стал натянул шорты лежавшие на стуле и направился на кухню хорошая квартира осталось от родителей со стилем своей комнаты я работал сам темные стены минимум мебели несколько комодов шкаф для вещей и рабочий стол напротив двух больших окон в углу всегда стоит гитара обязательным пунктом была большая двуспальная кровать невозможно отказать себе в удовольствии расположиться во время сна диагонально постели открыв дверь можно выйти в гостиную но раз можно почему бы и нет в ней стоит большой телевизор а напротив прекрасный черный кожаный диван укутанный покрывалом и присыпанный сверху всевозможных форм подушками если смотреть направо то там будет миниатюрная кухня и обеденный стол а если налево то дверь ванную комнату а дальше небольшая прихожая как в традиционных японских домах прямо будет располагаться деревянная дверь в комнату миры также родители осуществили мою маленькую детскую мечту и в широком но не длинном книжном шкафу установили тайную дверь которая ведет в одну из комнат нужно дернуть за одну из книг это что-то вроде ручки комнату мы не используем да и в ней прекрасная шумоизоляция как-то раз я случайно закрылся там родители не сразу не нашли отец всыпал и я переехал в свою нынешнюю комнату больше всего мне в нашей квартире нравятся огромные колонки в ванной комнате маленький подарок от дяди живет он вовсе в другом городе и постоянно в командировках время от времени он присылает мне средства но мы их откладываем на подходящий случай ты уже проснулся я не сильно шумела это мира в деловом костюме допивая чай стояла мира и яркие голубые глаза всегда поражали меня а прическа идеально ей подходила проблемы со сном делают меня более раздражительным однако на миру я злиться не могу да нет я сам проснулся ты уже на работу думал ты позже поедешь меня попросили приехать пораньше ладно мне пора бежать и да я немного проголодалась утра боюсь нужно будет сходить в магазин черт я засыпал с мыслью о том что утро меня ждет котлетка я только пюре минут сорок делал ладно что-нибудь придумаем ничего страшного сестренка я сейчас схожу вот и славненько она чмокнула меня в щечку и скрылась в коридоре а посуду кто в пизду хоть и со стороны и кажется что я затворник мир и частенько называет меня перфекционистом да я взял академ сейчас не работаю однако дом всегда поддерживаю в чистоте я не совсем перфекционист если за шкафом будет пыль то пусть там и будет я же ее не вижу однако все вещи должны лежать на своих местах эту мысль мне внушила мама она носила линзы и возможно поэтому так хорошо знала где что лежит а это разве не звучит противоречиво думаю нет ведь когда одно из чувств притупляется обостряются другие она помнила где лежит каждая мелочь какое оно на ощупь и ругалось когда я не убирал комнату я вернулся в свою комнату в углу стоял мой гипсон несколько дней за небо не брался блин надо было становиться музыкантом лежал бы сейчас в номере после выступления и все было бы хорошо мечты мечты я отодвинул шторы открыл окно подтянул баночку из нес кафе и открыл ее хорошо хоть что тепло не требуется одеяло накидывать а на улицу можно выйти в джинсовки о этот замечательный аромат отвратительно мир опять спрятала мою пачку хорошо что она не знает где я храню заначку даже родители не смогли ее найти и я закурил недавно запретили курить на улицах сказали что так борются за экологию а если я дома то можно крайне странная логика вы лучше разберитесь с выхлопами заводов только из моего окна видно несколько штук столпы черного дыма извергались из заводских труб сотни серых домов и тысячи окон а внутри задернутые непрозрачные шторы некоторые квартиры на первом этаже и вовсе забиты деревяшками последнее время политическая ситуация с нашим соседом обострилась похищение дочери президента несколько лет назад теперь еще военные подразделения прямо у границы я хочу надеяться что повышение дневных норм на оборонно-промышленных предприятиях с этим никак не связано выбросив бычок лег на постель последнее время сигареты это одна из единственных радостей в жизни а ты не думал бросить курить по правде говоря думал да и мира против не могу пренебрегать ее словами после той страшной аварии так нет приятель не нужно об этом думать ладно это крайне плохая идея в любом случае нужно бросать правда этого чувства ватных ног по утрам не будет не хватать точно попрошу сестру сделать массаж а ведь мира по документам на самом деле мне сестра дядя взял опеку на дне и задремал сам того не успев осознать через некоторое время меня разбудил урчащий живот мне пришлось поднять голову с левой руки о нет я же ее отлежал а нет это же протез у него чувствительность ниже чем обычной руки а вот функционал такой же спасибо дяде ладно пора идти в магазин через десять минут я уже был на улице со всех фонарных столбов доносится политическая реклама меня это не беспокоит ведь в ушах играет bring me to life не думаю террор трейн не сегодня скованные одной цепью точно не сейчас о балрум blitz поможет поднять настроение мимо прошел парень и обернулся и некоторое время шел пытаясь вспомнить кто это был кажется это александр мой ровесник вокалист группы что выступала против нас на турнире тогда наша команда проиграла после этого гитаре я прикасался все реже и реже надеюсь что через пять минут я его уже забуду какое же все серое везде грязь и только в конце улицы виднелся гипермаркет со всех сторон подсвечиваемый прожекторами слегка жестикулируя рукой я вошел внутрь иногда люди удивляются что я могу так управлять протезом а меня подобные вопросы уже начинают нервировать если бы они читали новости то знали что всего пару лет назад произошел целый скачок в индустрии и мой протез в некоторых моментах будет даже получше вашей руки набрав все необходимое я уже направлялся домой песня снова сменилась на этот раз резист энд бит мгновенно изменив мое настроение вдруг я услышал что-то странное погодите в песне такого не было сняв наушники и услышал мужской голос он тихо будто из последних сил просил о помощи откуда-то из подворотни нужно проверить возможно потребуется скорая я прошел в подворотню между зданиями чуть дальше на земле лежал парень из-под купюшона виднелись длинные серебристые волосы его руку будто изнутри пронизывало нечто золотистого цвета она медленно разрушала его фрагменты кожи плавно покидали тело помоги сказал тяжелым басом будто кто-то что-то не давало ему говорить я опустился к нему и сел на одно колено я вызову скорую все хорошо невероятно тяжелый кашель исходил от парня напугал меня еще больше нет не нужно возьми это он опустил руку под рубашку пропитанной кровью и дал мне амулет тебя три попытки я не смог ты все можешь изменить что это за магия я хотел закинуть амулет в карман но он мгновенно растворился в руке что это такое я смогу тебе помочь я достал мобильный а позади послушались голоса эй здесь человеку плохо пробежав чуть дальше моим глазам предстала группа молодых людей выглядели они устрашающе словно банда но выбирать не приходится так может а они его и отмудохали человеку говоришь плохо тебе что ли да нет же вон он лежит я вернулся показав пальцем на место где сидел парень но его там не было лишь немного крови осталось на прежнем месте хотелось бы мне повернуть обратно голову но все в одно мгновение стало мутным это был удар одного из этих отморозков как больно это все из-за чертового смартфона открыв глаза я увидел асфальт залитый свежей кровью моей кровью карманы были вывернуты возле брови ссадины из которой сочилась тонкой струйкой кровь болели и печень и почки видимо пинали с двух сторон пиздец блять помощи попросил просто отхуярили мобильник пропал хоть не убили хотя мне кажется что могли их взгляды были наполнены такой злобой такой ненавистью которую я даже не смогу передать я доковылял до своей квартиры дверью мне открыла мира а чё она так быстро с работы вернулась а чё я блять в переулке весь день что ли провалялся какого хуя за окном уже темно братик привет что с твоим лицом до всех ничего хорошего быстро садись говорит ли он хотя должна по идее было сказать она косяк очередной баг она затащила меня в дом одним новким движением сняла джинсовку и усадила на кухню я хотел ее успокоить но меня не слышали а на фразу о том что не нужно ничего обрабатывать я получил такой устрашающий взгляд что решил заткнуться она намочила ватку перекисью и начала аккуратно водить параде второй рукой она нежно гладила мою руку как можно так нежно гладить одновременно с таким суровым лицом когда она закончила я рассказал ей все кроме амулета возможно это все мне просто причудилось как и сам парень вечер пролетел быстро с сестрой мы приготовили ужин и улеглись смотреть фильмы мы живем вместе уже около четырех лет и во всем друг друга помогаем по правде говоря у нее есть своя квартира но она любит спать либо со мной либо у себя в комнате более того одну комнату мы не используем вовсе она говорит что так ей спокойнее спокойнее когда рядом есть я я думаю так же ведь сейчас она единственный близкий мне человек а ты не думал завести с ней отношения по правде говоря думал и я даже люблю ее не знаю чья любовь сильнее парня и девушки или же брата и сестры но в одном могу поспорить точно мое светлое чувство явно сильнее безусловно мысли об этом терзали мне однако не думаю что я готов к новым отношениям сердце закрыто раны не залечены фильм еще даже не закончился а мира уже заснула я выключил и убрал ноутбук аккуратно словно ниндзя стянул покрывало с кровати тяжелый вздох почему мне опять проходится это делать крайне осторожно я снял с миры футболку и шорты которые кажется были на несколько размеров больше из-за чего вообще девушки носят такие шорты ведь их словно немного накачали воздухом взял блять сестру раздел из рачуга передо мной обласканная лунным светом лежала мира белоснежные кружева едва ли все прикрывали такие комплекты носят наверное лишь на свидание столь роскошные и изящные хотя получается так что у нас почти каждый день словно праздник ведь меня она почти не стесняется и сама говорит что в нижнем белье спать гораздо удобнее спать гораздо удобнее вообще без него если уж на то пошло а теперь самое сложное я тихим ловким движением опустила руку под спиной миры 1 секунда и бюстгальтер снят даже не могу себе представить как все болит в конце дня с таким размером а каким собственно таким среднем наверное точнее сказать меня это в мире особо и не интересует я накрыл ее одеялом и лег рядом надеюсь что в этот раз я засну быстро главное не загружать себе мозг лишними мыслями иначе будет будешь думать 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 а затем смотришь в окно а уже утро наступило есть кстати такая хуйня терпеть не могу лежа на спине я разглядывал свою руку сегодня был крайне странный день парень вроде не причудился ну куда тогда делся амулет я слегка почесал место пропажи пальцем да и что вообще значило ты можешь все изменить три попытки перемещение во времени что ли как назад в будущее интересно может быть мы даже сможем вернуть себе руку а если ты уже переместился в будущее то если ты захочешь переместиться в прошлое то это будет вперед в прошлое а почему ты все еще не спишь если менять то что я бы в первую очередь нет парень не нужно это делать спас родителей из той аварии все кажется ли он сегодня не заснет наши с мирой родители дружили в тот день четыре года назад они ехали на общие в общей машине в этот же момент дорогу переходила мира а пьяный водила мчал на всей скорости последнее что я помню так это то как проснулся в больнице рядом сидела заплаканная мира я хотел убрать слезинки с ее лица но ничего не почувствовал переведя взгляд я обнаружил что моей левой руки нет я лишился руки лишился семьи как и мира а этот ублюдок через несколько лет вышел на свободу он был приятелем одного генерала приговор смягчили возможно было бы найти его правда смерть настигла его гораздо раньше меня говорили что он во время дикой пьянки облился вискарем решил покурить и унес на тот свет еще и нескольких своих дружков черт прости мира но я не могу я открыл окно жадно откусил фильтр и закурил сигарету хотел послушать успокаивающую музыку однако первой же песни была марион барс пришлось откинуть наушники в сторону воспоминания помню где-то в столе был мой дневник сигареты в зубах я открыл нижний ящик и достал оттуда пыльный ежедневник открыв его протер глаза от попавшего дыма и начал перелистывать страницы записи по большей части были весьма краткими я никогда особо не любил вести дневник в 16 лет я его и забросил а я его и блять и вообще никогда и не начинал даже вести не понимаю вообще смысла в этих дневниках произошло это после концерта когда соревновались все школы нашего города наша команда вышла финал но проиграла команде александра так совместный поход с девчонками в караоке или перестала приходить в клуб следующая страница его снова пришла на репетицию не выспавшегося это последние записи из дневника между этими событиями разница составляет по несколько недель если бы я и отправился в прошлое то выбрал именно этот промежуток думаю что я бы смог изменить многое девчонки я скучаю по вам и по нашему музыкальному клубу я бы отдал все лишь бы снова услышать дерзкую речь или вечно заспанное лицо евы из нас вышла бы классная рок-группа я бы сыграла вместе с ними еще раз как раньше эля барабаны мира вокал его клавиши и я на электрогитаре а где а где вас гитара я не понял я спас миру всего одна строчка ни даты ни времени я просто хотел забыть это просто никогда не вспоминать не мучить себя изнутри бычок обжег мне пальцы я от неожиданности выбросила его в раскрытое окно соседка снизу убьет меня мой взгляд опустился сначала вниз к предполагаемому расположению квартиры старухи а затем плавно поднялся и увидел ракеты они везде что-то летит сверху еще сотни запускаются с земли похоже мое предположение оказалось верным сердце заколотилось как бешеное и начало отдавать в голову этого не должно было произойти я все смогу исправить нужно спасти миру разбудить ее и увесь я подскользнулся и ударился головой об стол моя голова что произошло я оглядел комнату что-то изменилось моя квартира но как будто совершили небольшую перестановку и зачем-то унесли мою гитару кто-то шумит на кухне последнее что я помню так это то как я ложился спать сон кошмар скорее всего я замер тепло моя рука я чувствую и ощущаю тепло скованность будто отлежал мой протез исчез этого не может быть ведь последний раз видел ее четыре года назад с кухни донеслись звуки телевизора звуки телевизора мира обычно не смотрит его 1 я встал с кровати и пошел на источник звука но вдруг мое сердце забилось такой яростной скоростью что стало тяжело дышать боль пульсировала висках истошный кашель вырвался из меня кажется отпустила говорила же мне мира что нужно бросать курить ладно нужно проверить что это за шум я вышел из комнаты и повернул на кухню сынок обернулся отец ты чего эту мать своими труселями пугаешь быстро сходи переоденься да сейчас я мигом переоделся и вернулся назад ну вот теперь хоть на человек стал похож не бурчи с утра а ты садись давай кушай скоро в школу я сел за стол передо мной стояла тарелка со всеной молочной каши ненавижу эти чертовы каши мама заварила кружечку чая и присоединилась к нам что-то случилось не выспался уставший ты какой-то да мне сон приснился странный я курил у окна а затем ракеты нужно будет миру не успел договорить как увидел сердитое лицо матери какую миру ты что еще куришь да дослушай сначала ты как с матерью разговариваешь щенок кажется ты пойдешь на занятия голодный иди в свою комнату и собирайся да я я ладно я вернулся к себе и попытался понять что происходит блять а какой вообще у нас год так куда нас занесло вот сейчас я точно ничего не понял рука настоящая родители тоже именно такими они мне запомнились добрая мама и строгий отец где мой телефон так это разве мой обычно он лежит на тумбочке прошлая модель погодите 2016 я думал о том что нужно спасти миру и что нужно все изменить перемещение во времени похоже на то возможно тут амулет и мое пробуждение здесь как-то связаны это мой шанс все изменить и я его не упущу старый телефон рука и так нужно проверить дневник я мигом достал его из нижнего ящика и начал читать здесь были последние страницы здесь они не заполнены черт я же говорил себе описывать день более подробно под своим старым записям я не могу даже понять что было вчера а точно старые если я переместился во времени то и записи то уже свежие в комнату вошла мама сынок мы пошли закрывай дверь сегодня мы поедем по магазинам приедем позже и почему ты еще не собрался опоздаю же уже собираюсь матушка я не знаю как реагировать на данную ситуацию самое страшное то что я уже смирился с потерей родителей несколько лет я прожил без них а сейчас мама гонит меня в школу мне 20 лет зачем мне вообще идти в школу чё еще и ничего не помню надеюсь хоть дорогу к школе найду а жаль что беспроводных наушников у меня еще нет во всяком случае эти проводные от сони крайне хорошо я собрался вышел на улицу и направился на учебу голова все еще болит если мы сейчас кого-то встретим кто там лежит в переулке и просит о помощи не пойдем ребят это был странный кашель и это пугает у меня никогда особо не было проблем со здоровьем а тут такое как проблем не считая потери конечности а тогда все было замечательно город также изменился какие-то здания еще не построили новые компании поглотят старые да и как будто цвета стали более яркие возможно это связано с тем что некоторые заводы еще не успели построить хотя бы вечной дымки не будет и так что мы сегодня будем слушать фил инвисибл возможно жаль что такое произведение еще не вышло если так подумать то например через год из каждой микроволновки будет играть новый хит от кэти перри можно выпустить трек раньше нее и забрать все деньги себе хотя они мне не нужны а вот от признания я бы не отказался можно например послушать классику от линкен парк о волк от quops этот трек постоянно играл по вечерам заведений где я работал барменом ладно можно оставить а то это к всю дорогу могу идти и выбирать подходящие тем более будет неверным слушать лишь один жанр у меня безусловно имеются предпочтения я стараюсь временами отходить от них наконец-то мы определились с музыкой а вот и школа а я надеялся что сюда больше не вернусь и если так и подумать то я не так давно вступил в музыкальный кружок если ты не хочешь учиться выполнять то что будет поднимать репутацию твоего заведения в универе можно играть в квн а в школе ходить на олимпиады или же просто вырезать поделки из картона чтобы украсить школу к предстоящему празднику школа самая обычная несколько этажей кабинеты в ней даже был бассейн точнее сказать есть я поднялся на второй этаж прошел по длинному коридору и встал возле расписания а в каком классе я учусь если я окончил ее в 2018 а сейчас 16 мальчик ты потерялся да и другим посмотреть какой я тебе нахуй мальчик хотел бы я конечно ответить ему грубо но мы просто проигнорируем мы все-таки воспитанные молодые люди я слегка отодвинулся в сторону и продолжил смотреть еба какой ты посмотри а рядом стал парень я увидел александра он сейчас учится на класс выше он все еще не сбрил свой разноцветный хохолок вроде он умеет клёво играть соляк фри бёрд черт в моей голове сейчас настоящая каша я нашел свой класс и отправился на уроки снова и те же отвратительные лица и бубнеж преподавателя мне это не было интересно тогда а сейчас тем более я отправился в прошлое не для того чтобы просиживать здесь драгоценное время кстати хороший вопрос а насколько мы переместились во времени на какой промежуток сколько у меня есть этого самого драгоценного времени чтобы все исправить по окончанию занятия я вышел и спустился на первый этаж прошел по коридору и открыл массивную деревянную дверь голубые стены источали умиротворение и спокойствие с них же наблюдали портреты известных музыкантов разных времен по центру располагался рояль и несколько стоек рядом парочку деревянных стульев благо что занятия здесь не проводится это место принадлежит только нам по поодаль стояли гитары в уголке спрятался мой старый гипсон а если смотреть прямо можно было удивиться имеющемуся музыкальному оборудованию различным колонкам и усилителям дверь справа вела в небольшую комнату обычно ее использовала аня в качестве кабинета но время от времени я с девчонками забирался туда и мы рассказывали друг другу страшные истории а затем уложились там благо внутри стоит диван и несколько раскладных кресел у нас есть даже своя душевая здесь можно полноцен жить теплый солнечный свет проникал через несколько огромных массивных окон расположенных слева белая занавеска по центру плавно надувалась а затем сдувалась в открытом окне можно было услышать щебетание птиц и увидеть массивную яблоню в тени которой читала его и его скучала где все остальные сказал я подойдя к окну беззаботно сидя на зеленой траве она даже не обратила на меня внимание сколько лет себя помню я всегда ее видел именно такой немного неуклюжая сонная местами обидчивая однако в игре на клавишных и местами нелепых шутках ей нет равных ева протянул я спровоцировав главную фразу вали а что ты сказал извини книга интересная девчонки скоро придут ты опять не спала давай я может быть хотя бы кофе тебе сделаю ты сказал кофе а ты умеешь пользоваться кофе-машину ахультом уметь на кнопку то нажал и все она схватила подмышку книгу 20 тысяч лье под водой и начала залезать в окно видимо она не знает что такое дверь неуклюже тряся ножками она все же попала в комнату мы зашли в кабинет они и подошли кофе-машине благо что аня тоже любит время от времени выпить кофейка тебе с молоком сделай на свой вкус значит без кофе и без сахара я пью кофе именно так хорошо сейчас что-нибудь придумаем сделаем ей flat white с сиропчиком я достал все необходимое из стоящего рядом холодильника и приготовился с чего бы мне начать давненько я этого не делал нужно вспомнить последовательность сначала нужно подготовить таблетку с кофе измельчаем зерна засыпаем в холдер двойную закладку теперь мне нужно приложиться всем телом используя темпер отставляем в сторону пропускаем воздух форсунки и наливаем в питчер молоко вставляем в группу и жмем пролив одинарного экспрессо в это время взбиваю молоко до небольшой пены и убираем когда руке станет горячо вот так заливаю эспрессо а затем аккуратненько кофе корректируя угол формирую рисунок это сердечко ей понравится вкус надеюсь тоже ваш кофе миледи во время готовки она играла больно знакомую мелодию ее глаза загорелись как будто ребенку плюшевого мишку подарили как же это мило она сделала глоток вздохнула от удовольствия и улыбнулась слов не нужно я все понял и так пока я готовил в кружок пришла мира она распевалась возле окна где-то я слышал эту песню кажется кажется это bad apple я немного соскучился по ней хотя и соскучился по всем девчонкам а хочешь поменяемся поменяемся да я же учил тебя на гитаре играть а я могу попрактиковаться в бокале у меня многое не получается но надеюсь ты поможешь хорошо но тогда нам нужна песня совместным бокалом на акустике это еще и популярная мира призадумалась я знаю одну такую смотри сейчас начну вступление ты пока что играй боем ем джи ц а м и повторяй сейчас ты все поймешь мы начали играть песню райс от стиле получилось неплохо мира говорит что я делаю успехи вокали а я говорю ей что она прекрасно играет на гитаре в общем все друг другу пиздят разве не здорово то что каждый день мы изучаем не только свою область но и что-то еще я смотрю уже почти все в сборе так а где эля моя единственная любимая учительница ходит легенды что и уже 25 однако она не любит об этом говорить считает что древняя магия пропадет и она начнет стареть пока она носит с собой паспорт в магазин никто не имеет права говорить о ее возрасте никогда не обращал внимание на ее длинные огненные волосы может быть я повзрослел немного и теперь смотрю на нее немного иначе если так подумать то она довольно симпатичная особенно мне нравится ее расстегнутая пуговка на гро леон леон ты меня слышишь а да я полностью с вами согласен если не расслышал девушку не подавая знака сделай вид что ты ее слушал и кивай головой вот и иди тогда сходи за элей и приведи ее сейчас буду всегда прокатывает пойду искать элю помню что она любила выходить на крышу сейчас мы тут всех узнаем ребят кто у нас в группе играет наша школа довольно продвинутая директор от был облагородил крышу установил лавочки поставил немного растений прекрасное место чтобы выпить кофе и понаблюдать за облаками во время обеда возможно подчеркнул эту фишку японских коллег если он просто анимешник и не осознается в этом не знаю блять я бы в такой школе вообще с удовольствием бы учился открыв железную дверь и не успев ничего осознать был ослеплен ярким солнцем какой же невероятной красоты небо я обошел выход с другой стороны и был прав возле сетчатой решетки сидя на единственной лавке с этой стороны сложив ногу на ногу сидела эля и курила данный уголок особо не посещали вентиляторы шумели но в этом и был плюс я присел рядом с ней а вот и эля что тоже будешь говорить что это плохо да нет скорее наоборот угости сигарка ёпта сказал я вытащив зубами свою порцию отравок не знала что ты куришь мамка не наругает я уже четыре года это дело чё нам не сделает ляпнул я не подумав какие четыре года никак не привыкну к своему нынешнему возрасту юный бунтарь сказала она улыбнувшись но улыбка быстро пропала с ее лица что-то случилось да ничего такого просто с папой поругалась немного вчера ты все пошли давай в какой все я блять только закурил и так все в сборе начнем как вам известно нашем городе скоро произойдет музыкальный турнир победители получат финансовую поддержку а также в продвижении и обучение группы сегодня утром объявили эпоху которую мы будем объявили эпоху которую мы будем играть для нашей школы выпали восьмидесятые нужно будет покорить судей исполнив композицию из данного времени кто какие популярные песни помнит все призадумались ну можно исполнить somebody to love классная песня однако это семидесятые а мне почему-то вспомнилась in the army now хорошая песня мне она не очень нравится его начала хохотать и немного покраснела что такое кажется она вспомнила русскую версию из смешариков теперь ты в армии а теперь ты в армии нахуй пропела него и упала на пол а что такого то все засмеялись так давайте серьезно турнир уже скоро так что-нибудь придумайте сообщите мне спустя минуту сквозь слезы я начал кашлять блин аж голова заболела все хорошо подозрительно посмотрела она на меня да все прекрасно просто подавился хорошо давайте приступим к занятиям и понеслось спасибо ребята прекрасно провели время мне пора нужно встретить родителей мы попрощались и тоже начали понемногу собираться интересно сколько наши с мира и родители уже дружат дружат телефон выпал из рук время остановилось моя мама говорила про магазин мир побежала их встречать я должен все исправить я рванул со всех ног а как там чё ребята будет мы узнаем следующей серии обязательно подписывайтесь на канал комментируйте ставьте лайки всем пока